Всем привет, еще не вижу тебя. Привет, привет. Сейчас картинка появится и начнем. У меня вопрос к тебе, такой, знаешь, профессиональный. А запись идет? Да, запись идет. Запись идет. Ты понимаешь, в чем дело? Ну вот я с 2017 года, с 2017, начал пользоваться счетчиком Пифагора. Достаточно виртуально, виртуозно им владею. Так, подожди. Там с картинкой все нормально? Да, все хорошо. И программы твои для меня более легко даются, чем человеку, допустим, который изначально, допустим, взял, купил и попробовал ею пользоваться. У меня возникла мысль, что программный продукт, он может являться базой для новой деятельности. Новой деятельности растолковать, объяснить, ответить на прямой жизненный вопрос. Рассчитать рацион питания, выстроить команду, применить ее в коллективе. То есть это некая рабочая специальность, новая специальность, которая позволит работать как в оффлайн-режиме, так и в онлайн-режиме. Давать консультации, прогнозировать, растолковывать, разъяснять. Вот как ты вообще на это смотришь? Я почему тебя-то и пытаю очень долго на этот предмет, потому что я вижу потенциал этого базиса, этих программ, что они могут выступать основой новой профессиональной деятельности. Ну, в принципе, ты же говорил о консультационной деятельности, а это фактически консультационная деятельность, только она немножко имеет ракурс непривычный для взгляда потребителя, для взгляда обывателя. Почему? Потому что мы привыкли, допустим, юридическая консультация, есть, допустим, консультация, это профессиональная, то есть по какому-то виду деятельности. То есть есть консультация, которая непосредственно предоставляется по ходу, допустим, какой-то покупки или по ходу использования какого-то предмета. Ну, допустим, ты хочешь получить, у тебя картинка пропала. Вот. Ты меня слышишь? Появилось. Ты меня слышишь? Да-да-да. Так вот, вот эти консультации, они привычные. А у тебя консультация, это на случай жизни. Ну, например, ты же никуда не можешь обратиться с консультацией, например, жениться тебе на вот этой даме или не жениться. Правильно? Да. Нет же таких консультацийных бюро. Никто на себя не возьмет такую ответственность, потому что вдруг я ошибаюсь. Да, и тогда это было. Вот. Соответственно, ну или там какая-то там, ты приходишь, например, пришел к врачу одному, да, он тебе говорит, а у вас там баскулит. А в другом врачу пришел, а он говорит, вам нужно почку удалить. Ты сидишь и думаешь, что делать. Вот один говорит, что у вас баскулит, и вам нужно лечение, курс лечения провести от баскулита. А второй говорит, ну, ну, нужно почку удалить. Вы сидите и вообще не знаете, что делать. Да, вы пойдете, но вы пойдете к третьему врачу. Но что-то третье скажет, если вам что-то третье скажет, вы вообще потеряете ей голову. Потому что из двух еще можно выбрать, например, а из трех уже пункт за разом. Когда ты со счетчиком работаешь, да, если ты там сложную задачу решаешь, со множеством неизвестных, уже с пятого уровня очень тяжело держать в голове логику построения того, что происходит. И вот это такого рода бюро, которое вот по сложным случаям, да, которое многие говорят, что а вот вы, а как вы можете взять ответственность на себя там за то и за другое. Вот как раз ты-то не берешь на себя ответственность. А есть интеллект, в данном случае программный продукт, да, который думающий. И ты можешь выступить в роли просто трактователя при нем. Ну, то есть пояснение, а что значит это показать. Ну, если мы говорим, допустим, по использованию программы Оракул, говорит, и герметика, то там нужен какого рода алмачик, да, который будет говорить, как правильно для обработки вносить данные, как понимать данные, чего не надо бы допускать, чтобы не получилась двойственность в трактовке. Ну и так далее. Да, то есть это должен быть толмачик при программах, не как жрец при Оракуле, да, который может... Он сам лично решение не принимает, а просто следит за правильностью эксплуатации. И тогда, да, тогда ты можешь любые вопросы решить. Тебе даже не надо быть профессионалом в этом деле. Абсолютно даже без вниканий, это не просто программа, это смотрит по таким лекалам, которые просто реально представить, уложить невозможно. То есть эти программы, которые такой объем информации прокачивают и прорабатывают, просто у него непостижимый суперкомпьютер, с этим не справятся. Вы даже данных не сможете собрать для того, чтобы загрузить их в этот суперкомпьютер, чтобы он их обработал. Чего делать эти программы? Вот. Конечно, это непривычно, и это будет требовать, естественно, рекламу. Это расходы, да. Но по-другому ничего не получится. Потому что люди знают, что этого нет и не может быть никогда. Поэтому кто-то должен быть готов. И организация такой действий должен к этому быть готов. Вторая ситуация. Все-таки сарафанное радио будет разноситься. Как только ты будешь давать рекомендации. Это не ты, а машина. Ну, будет, так сказать, природоподобный директ. Будет давать рекомендации, они будут сходиться, то есть давать результативность. Пойдет сарафанное радио. Прежде некоторое время мое другое будет процветать. Ну, человек, сторонний человек, он может стать консультантом? Том, о чем, ну, фокастером красиво по-английски звучит. То есть найти для себя новую деятельность, на которой зарабатывать. Ну, может, конечно. Ну, смотри, на каком поле ты выступаешь? Ты выступаешь на поле, на котором представлены сейчас колдуны, гадалки, эзотерики, астрологи, нумеровые, понимаешь? Это вот рынок, это их поле, они здесь банкуют. И ты заходишь на их рынок, где они свои методики представляют, представляешь свою методику. Вот представь себе просто рынок, представляешь, рынок, вот стоит куча торговцев. Здесь гадалка такая, нумеровок какой-то, астролог такая, это вот общем рынок. И ты выходишь туда в бюро Ассисхантера, в само бюро, где ты представляешь. И плюс, бюро по подготовке этих палмачей, как ты назвал по-английски? Не расслышал. О, Кастер! Не понял. Ну ладно. Бог с ним. Значит, и вот у тебя получили двойная тема. Ты готовишь специалистов, и, так сказать, и сам окажешь услуги. Всего вопросов нет. Вопрос тогда уже, если ты говоришь о бизнесе, то это вопрос уже бизнес-категории. То есть вопрос рекламы, подачи и обслуживания. То есть сколько ты как можно больше обслуживаешь этих людей, тем больше ты заработаешь денег. Ну, здесь надо еще уточнить, что астрология, торология, ну и гадания, как таковое, они дают некий возможный коридор событий, которые могут произойти. Ну, я скажу, что я подписан на нескольких торологов и астрологов. И с удовольствием, если честно, многих смотрю и выстраиваю жизнь свою не посредством того, что я безоговорочно верю им, а потому что многое случалось, прогнозы сбывались, и я сокращаю, я просто экономлю свой ресурс, свои нервы. Но я заметил один такой момент, что счетчик Пифагора дает конкретный ответ на конкретный поставленный вопрос, дает конкретное решение задачи. Астрология дает коридор, и торология в частности. А гадалка тоже тебе скажет. Оно может вот так, либо вот так. А программы, тот программный продукт, инфопродукт, который есть, Оракул, тайный советник, дает прямой ответ на прямой вопрос. Я понимаю, что выйти на рынок и сказать, что вот я еще вот такой, это очень тяжело. Известные астрологи, известные торологи, я им не конкурент. Но как эффективность ресурса, который сейчас мы пытаемся преподнести, рекламировать зрителю, людям, что они могут стать толмачами, окастерами, как себя, консультантами. Крутыми, хорошими консультантами, надежными на любые жизненные вопросы. Прогнозист. И прогнозы сбываются в 99,9 случаев. Ну, что показала программа фаворий. Так вот, давай посмотрим вообще, чтобы зрители сейчас увидели, как это все работает. А у меня получится? Да, почему не получится? Конечно, получится. Как на основании твоих программ мы это узнаем? Ну, смотри, первое, во-первых, ты знаком со мной. Если у тебя что-то, ты сталкиваешься с этой трудностью. Приходит человек, вот, пришел ко мне человек однажды, говорит, а вы можете сделать кровать счастья? Вот тебе приходят на консультацию, да, и скажите, а можете мне сделать кровать счастья? Ну, или скажите, найти мне, кто мне сделает кровать счастья? Понимаете? Да. И вот ты, как консультант, что ты будешь делать? Если у меня хватит базы, своей базы подо мной, моего фундамента, я не провалюсь, не утону, как в болоте, я скажу, да, я могу. Да, но ты должен помнить первое правило, что у тебя есть я в связи. И поэтому, если ты затруднился с ответом на какой-то вопрос, ты можешь всегда позвонить мне. Ты можешь сказать, что это хорошо. Оставьте, пожалуйста, аванс, чтобы я понимал, да, что вы серьезно настрой, у меня это не шутка. И завтра я вам позвоню и свяжемся, да, я вам скажу, что надо будет делать. Дальше, если ты затрудняешь, что делать, ты звонишь мне и говорит, Сергей, вы получите реальный заказ, человек оплатил аванс, нужно решение вопроса. Я тебе говорю, что нужно сделать. Если ты, я не можем это сделать чисто физически, но знаем, к кому обратиться и не знает, как это сделать, ну, соответственно, мы это решаем вместе и готовим для клиента ответы и решения задачи. Да. Если ты сам это можешь сделать, ты можешь сделать, но у тебя есть программа, которая тебе может и прокачать твои вариации и его вариации и, соответственно, решение всей задачи. То есть, это программа универсального толка, знаешь. Дальше, ты затрудняешься ее, ну, скажем, потрактовать, ты можешь опять мне позвонить, скажешь, нет, вот такая-такая ситуация. Так вот, через некоторое время у тебя эти ситуации, они выложатся в определенный русло. Их будет 9. То есть, в этих 9, ну, или 15, если там по треугольным числам будет все идти. То есть, смотри, будешь видеть, ага, вот это решается так, это решается так, это решается так, это решается так, это решается так. Через некоторое время ты уже будешь знать, что делать. Они начнут повторяться. Соответственно, ты знаешь, как занести данные, как обработать эти данные и как растолковать человеку результет, на что его на цели. Все это произойдет в течение какого-то времени. Ты станешь отличный консультант по любому вопросу жизни ну жизненные ситуации никакие, да, человек родился ты умер от этого от рождения до смерти где ребенок там учится где-то, что нужно назвать человека, да желательно назвать так, чтобы тяга была, чтобы или допустим, если хотят на какое-то направление сделать значит, надо назвать человека так, чтобы это направление было превалирующее соответственно, кто это может сказать это есть такая программа, именно слов, да но опять нам нужен толмач, консультант который подскажет, как этим пользоваться, правильно и ты это в первую очередь будешь сказать, хотите сами купите программу вот вам ссылка хотите, чтобы я вам сделал, давайте я сделаю будет стоить столько вопросов нет дальше идем да, дальше идем подходит учиться куда учиться есть профориентатор, правильно который говорит а вот мальчика, вот где потоки где он может реализоваться или девочки где потоки он может реализоваться все, пожалуйста пусть идет в эту направлению хотите пользоваться программой вот, возьмите ссылочку купите хотите, чтобы я помог вытолковать стоит сюда пожалуйста просто дальше начинается ну, студент приходит там первую очередь хочу жениться хочу замуж есть проблемы вот как бы сейчас мы готовы производить программу суженая а до этого была первая программа суженая вот они разные отличаются как бы если так в образе представить в развороте 90 градусов но из-за этого возникают разные технологические циклы решений да и вот я когда эти программы писал я понял почему же так было устроено раньше что женщину выдавали замуж это был такой ритуал и мужчина брал женщину потому что самой женщине решить этот вопрос очень проблематично коридор решений узкий и поэтому когда мы сейчас берем и разбиваем традиционный уклад и женщина становится сама по себе то она сама по себе не может решить эффективно эту задачу выхода замуж потому что у нее очень узкий коридор выхода и она ошибается понимаешь да соответственно ты можешь вести консультацию объяснить почему так происходит что надо делать чтобы попасть в коридор сама программа будет считать потому что для того чтобы самому посчитать на счетчике тифагора я обалдеть просто очень большой объем надо держать в голове чтобы это все решать поэтому программа у нас также для службы для мужика вот он ищет где найти а программа быстро раз скажет вот эту базу только загружать да да их они не будут там через каждую но она будет показывать где возможности варианты дальше мы только просто нужно прийти ее посмотреть точнее момент мужчина загружает всех женщин которых он знает или те которые ему нравятся что он делает где он эту базу может дать он может идти в агенцию и сказать девочки вы там за телефончик берете деньги покажете портфолио мне вот это портфолио не нужно лица мне нужны данные фамилия имя отчество и дата рождения все потому что по этим частотам определяется входной коридор то есть соответственно он взял загрузился в список встретиться и посмотреть ляжет ли она на сердце отзовется ли сердце конечно ляжет эти ведущие частоты открывает этот коридор ляжет на сердце или не ляжет ну как пойми что мужчина же ну не знаю хочет чтобы женщина нравилась и женщине хочется чтобы смотри вот смотри что происходит ты берешь фотографии смотришь они там на фотографии да показывают ты сможешь фотографии фотографии это не живой человек да фотография а у тебя мозг достраивает как живого человека все на фотографии а он тебе достает как живого человека а когда ты приходишь и смотришь реального человека у тебя происходит расхождение между образом, который уже построился, и образом, который существует в реальности. А это что такое? Это фактически как, знаешь, право первой ночи. То есть раз у человека первый сексуальный опыт такой, так оно и пошло. Понимаешь, да? А, соответственно, здесь тоже. У тебя раз, ты посмотрел на фотографию, у тебя нарисовался этот образ, уже запечатался, и уже когда ты связываешь с человеком, ты уже не можешь с ним. Ты же не тот, который образ ты нарисовал. Слушай, ну, отсутствует запах, отсутствует это самое. Значит, тебе нужно заранее знать коридор. А этот коридор просчитывается по чистотам ведущих и несущих. Соответственно, когда ты раз просчитал, он тебе показывает коридор, который ты учишь. И ты видишь, что этот коридор только в этой женщине или в этой женщине. Далее ты уже приходишь и сможешь. Нравится, не нравится. Но, как правило, происходит ситуация примерно такая же, как в фильме «Жандарм женится». То есть человек заходит, сразу происходит электрический разряд, ему все нравится. Это как из разряда... Друг друга проскочила искра, и с этого все и началось. Да, да, да. Ну, говорю, ты такую сейчас больную тему поднял, этих отношений, да? Ведь сколько женщин одиноких осталось одинокими, потому что они разочаровались в мужчинах. А сколько мужчин разочаровались в женщинах. Да, да. А здесь... А здесь ты прям можешь нацеливать их на эти точки коридора прохода. Конечно, в чем дело. Прямой инструмент. Вот эти все сайты знакомств, да? Ну, они же, блядь, они же не работают. Они... Почему? Они работают. Но я тебе говорю, что... Ну, хорошо, вот у тебя раз там выложил 300 женщин, да? И ты вот смотришь на них, и это нравится, это нравится, это нравится. Ну, выбрать ты не можешь. Ну, нельзя. Вот ты можешь из двух выбрать, да? А из трех, из четырех, 300 человек, ну, как ты выберешь? Это значит, с каждой нужно встретиться. Ну, представьте, ты с 300 женщин должен встретиться. Ты должен потеснить кафе, там, или поговорить. Или чего. Ну, то есть, нужно снюхаться, знаешь, есть такое правило. Ну, 300 человек. Жизни не хватит, чем пройти это все. Знаешь, в чем дело? Так это и сократить путь. Знаешь, сейчас есть модное такое выражение – токсичные отношения. Человек заходит в них, и иногда проходят годы, когда он понимает, что это вообще не тот мужчина или не та женщина. Вот сейчас мы в программу суженную делаем, да? Суженая, да? Вот. Она уже закладывает этих токсичных, токсичные обиды, которых надо избегать. И он сразу видит, что вот этот обид токсичный, этот обид токсичный, да? Он их нужен избегать. Ни по каким соусам, да? Ну, вот это мощный инструмент. Это мощный инструмент. Человек на степени уже не нервничает, тратит, понимаешь? Я, говорит, всю жизнь прожила с этим человеком, и я убила свою жизнь. И также многие мужчины говорят. Кстати, я посмотрел видео, ты его выложил на своем канале, по-моему, вчера, по программе «Антивампир». А ну, мы его протестируем. Ты знаешь, что я человек разведенный, у меня три дочери. Подал на развод я сам, и нас в девятнадцатом году развели. И я знаю бывшую свою жену, какова она есть. Я хочу узнать, в отношении меня она была вампиром или нет. Давай протестируем программу. Давай посмотрим. Недавно вышла, да? Да, вот она вышла недавно. Если бы у меня была бы программа, такая программа, и я бы тридцать лет назад бы, вот сейчас мы это все узнаем. А может быть, я женился бы на другой, и не было бы развода. Или, может быть, эти программы мне помогли бы выстроить отношения правильные, потому что у меня прекрасные три дочки, и я благодарен этой женщине, что она их родила, но отношения у нас не сложились и не складывались никак. Значит, давай, Палмачев Олег Юрьевич, еще раз напомни мне, 12-го, 0-7-го, 67-го. Значит, а, я же тебе должен показать. Демонстрацию. Так, видно тебе? Ну, сейчас будет видно. У меня, видишь, задержка идет, и картинка появляется чуть позже. Значит, программа «Россия вампира», ты, как пользователь, попадаешь в верхнюю линейку, а сюда нужно вводить всех, кого ты хочешь проверить. Давай, фамилию, отчество знаешь, даты рождения знаешь? Ну, давай. Толмачева Ольга Владимировна. Подожди, она до того, как Толмачевой стать, она же была другая? А Никонова надо было. А-НИ-КО-НО-ВА. На А букву, да? А, да. А-НИ-КО-НО-ВА. А Никонова? Ольга Владимировна. Ольга Владимировна. Ольга Владимировна. Что-то слышно. А дата рождения какая? 28.06.70. 28.06. Да, 70. 1970. Ровно. Есть точка запятую поставить. Следующий. А кого еще? Вот ты же, у тебя три женщины. Я хотел просто посмотреть. А-НИ-КО-НО-ВА. Теперь давай мы посмотрим. В каких комбинациях? Что ты сталкивался? Ну, допустим, совместная жизнь, да? Совместная жизнь. Совместная жизнь. Сексуальные отношения. Так, сексуальные отношения. Воспитание детей. Так, секс. Воспитание детей. Совместный отдых, путешествия. Я написал. Вот пускай. Ну, отдых был. Путешествия. Что еще? А что конкретно-то надо? В каких сферах она могла меня вампирить? Да. То есть ты как бы вводишь, допустим, ее, допустим, она может вампиром являться для тебя. А вот в какие-то отношения она вступает в вампирическую конструкцию и начинает тесать. Ну, хорошо. Совместное ведение хозяйства. Это быть же. Вот мы можем так охарактеризовать, да? Быть. Совместное ведение хозяйства. Детельность. И бытовые отношения можно написать. Бытовые отношения. Хозяйство. Отношения. Покусим. Перечислили. Теперь же мы вам... Значит, среди представленных данных одиночные вампиры не найдены. Могут прицепиться к вам только в конструкции. Значит, обращаем внимание. Смотри на него. А Ника, А Ольга Владимировна, секс и бытовые отношения. То есть, ничто, да, в бытовых отношениях и в сексе, да, могли возникнуть отношения, ну, конструкции, которые именно начинали от тебя забирать поток. То есть, секс и бытовые отношения. Теперь давай мы ее запишем Толмачеву, да, чтобы... Сейчас мы ее оставим, да, и запишем, как Толмачеву. Так, давай посмотрим. Ну, вот, смотри. Ничего не произошло, да, она тоже как Толмачева не является, но вот ее девичество, да, секс и бытовые отношения с тобой могли составить конструкцию, то есть, надо их найти. То есть, что в сексе, например, что-то в сексе, что-то в быту. Я тебе могу сказать, что это стопроцентное попадание, попадание в те сферы, которые основополагающие, которые и привели к разводу. И в большей степени это бытовые отношения, а про секс сейчас я начинаю анализировать, и я понимаю, что привело к но это стопроцентное попадание. Я тебе хочу сказать, что вот когда выбирали картинку для этой программы, да, вот если ты посмотришь, да, вот здесь вот эта программа, вот видишь этот знак? Я его вижу в записи. У меня почему-то картинка очень крупная на телефоне сейчас висит, и она не двигается. Я вижу себя, я вот головой шевелю, я вижу, что я двигаюсь. но зрители видят. Вот этот знак, это что такое? Это руна. Это руна, которая обозначает как бы идентификацию вампира и противоборство ему. Так вот, здесь в этой программе противоборства нету, она просто дегнифицируется. Но сама алгоритм программы точно воспроизводит конструкцию руну. Понимаешь? Да, в чем дело? Я сказал, давайте тогда поставим эту руну, потому что она полностью алгоритм расчета воспроизводит, но он, человеку не будет понятен. Если я сейчас начну объяснять, он не понятен. Но я-то вижу, чего руна говорит, о чем руна говорит, что она рисует. Вот, и соответственно, я сам писал программу, я вижу, что это точная копия. Вот, поэтому, когда ты говоришь 100% результат, то я тебе говорю, что это потому, что программа выписана из жизни, то есть, как это в жизни происходит. Ну, я сейчас тебя слушаю, у меня мощные процессы идут, волновые внутри, вплоть до мурашек, а в мозгу идут мощные мысленные процессы, потому что идет четко идет поток, создался вот этот контур, да, и я, казалось бы, ну, много ли я информации получил, но я получил главную информацию, что сама по себе, как человек, биологический объект, моя жена не являлась вампиром, хотя структура ее генетики и биологической формы это низкочастотная, у меня высокочастотная, а события, событийный ряд, то, что в быту и в сексе, ты понимаешь, это знал бы, где упасть, соломки бы подстелил, я получил сейчас, прямо сейчас, вот в режиме онлайн, ответ на тот вопрос, почему у нас тогда не получились отношения, а почему у нас такие дети родились, ну, очень классные, ну, и хорошо, ну, понимаешь, ситуация-то заключается не в том, что ты живешь не для того, чтобы детей родить, это само собой разумеется, но ведь жизнь, это что такое, это качество проживания, ну, ты живешь не ради детей, дети, это само собой разумеется, это продолжение рода, но качество проживания не отрицает детей, смотри, смотри, выстраивание семейных отношений, да, получается так, что, получается так, что злого умысла в наших отношениях не было, понятно, что уже все произошло, мы разведены, нам классно по-одиночке, но вероятность того, что эти программы помогли бы мне выстроить качественно и при взаимодействии, если бы жена пошла бы навстречу и тоже бы выразила бы желание, ты понимаешь, сколько семей можно сохранить, можно сохранить на данном этапе в России, а сколько браков можно сохранить, которые не состоятся, или которые прогнозируют на данном этапе если сейчас выйдет программа суженная, почему я на нее сейчас вспомнил, потому что она позволяет любому мужчине быстро выбрать коридор схода, на предель женщины, суженная это что значит? Это ты не можешь с ней расстаться, ну нельзя, вас нельзя разорвать, выходит в такую конструкцию неразрывную, это очень важно, почему, потому что дети счастливыми рождаются перед округом структурсом. Давай мы вот этот вопрос, давай вынесем его на следующий блок, почему, потому что я, да, у меня разряжается телефон, я его, да. Так вот, мы завершим тему, мы перешли очень сильно на частный вопрос, значит, вот и ты дальше по всем от этого самого до смерти, так сказать, вот человек вот пишет завещание, и ты ему говоришь, а чего вам, где лучше, или пепел развеять ваш, или там захорониться там с родственниками, деканта, или танта, кому лучше отдать, сыну, там дочке, там и что, как распределить, понимаешь, любые вопросы, которые только возникают, ты можешь давать консультацию. Ну ладно. Пока. тifa. Пока. 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 Продолжение следует...